Предвыборная кампания действующего президента США, республиканца Дональда Трампа, это несколько митингов в день и толпы шумных сторонников, многие из которых пренебрегают средствами защиты в период пандемии коронавируса. Кандидат от демократов Джозеф Байден проводит в день одно-два предвыборных мероприятия с участием небольшого количества сторонников. При этом по уровню общественной поддержки Трамп отстает от своего оппонента. Да, он опирается на свой электорат, но эта база уже меньше, чем раньше. Политолог, профессор университета Висконсин Милуоки Эпарушах полагает, что на этот раз путь к победе будет труднее. Теперь Трамп должен сделать все возможное, чтобы его сторонники проголосовали, а Байден работает над тем, чтобы в голосовании приняли участие те, кто не сделал этого в прошлый раз по ряду разных причин. Участники митингов в поддержку Байдена рассказали телеканалу Евроньюз, что после четырех лет правления Трампа у них остались силы только на голосование. Думаю, что демократы очень устали от Трампа. Страсти немного поутихли, потому что происходящее нам надоело. Но что, если данные соцопросов окажутся неверными, так же, как и в 2016 году? Многие сторонники Трампа, республиканцы, не принимают участие в таких соцопросах. Кен Браун анализирует тренды в настроениях республиканцев и говорит, что изменения в методике не сделали соцопросы более точными. Думаю, что недостаток энтузиазма среди демократов играет на руку Трампу. Но в штаб-квартире Демократической партии в Висконсине говорят, что не успевают печатать агитационные материалы. Такого спроса на символику еще не было. Мы больше не можем проводить митинги, но люди хотят показать всем плакаты в поддержку своего кандидата. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...